Уважаемые товарищи, предлагается, так уж заведено на Российском комитете рабочих, всех участников, делегатов Российского комитета рабочих, выйти и краткое выступление, значит, о впечатлениях, особенно тех, кто, может быть, первый раз присутствует или не первый раз, чтобы сравнить, как проходят, допустим, как проходили предыдущие семинары, как прошли эти семинары. Прошу, пожалуйста, по очереди выходить. Дмитрий Максим Денисович, рабочий оператор упаковывательного расфасовочного аппарата, конвейера «Нива-Лайн». Я был в прошлом году, ровно год назад, на первом заседании Российского комитета рабочих. Тогда я приезжал, скажем так, с вопросами, как бороться, куда, в какую сторону и что вообще делать, как правильно делать. Получил многие ответы и эти ответы начал реализовывать в практику. В практике показалось, что, понятно, мы не за коллективный договор, я работал в маленьких фирмах, там это просто по численности было невозможно, но при этом все вопросы мне помогли и моему коллективу увеличить зарплату, то есть клад на одном предприятии. Потом я переквалифицировался в более… получил другую рабочую квалификацию, пошел на завод, там вот это помогло непосредственно помочь во время жары. Сейчас я вот веду другую деятельность уже на фабрике, а также… Но там уже продвигаю уже с сознанием дела уже и коллективные какие-то требования, коллективные действия уже организовывать пытаюсь. То есть за один год, за одно, грубо говоря, посещение Российского комитета рабочих, качественно борьба выросла во много раз. То есть и это я хотел отметить и сказать огромное спасибо российскому комитету рабочих, потому что опыт каждого – это в итоге выливается в успех определенного, конкретного и на самом деле каждого, всех вместе. У меня все, спасибо. Волков Константин Юрьевич, город Челябинск, слесарь по ремонту и обслуживанию подвижного состава. На РКР я впервые, очень мне все понравилось, положительных эмоций очень много. Что дало? Порой не хватает ответов на вопросы, которые задают товарищи. Не хватает, потому что нет опыта, не сталкиваешься с этими ситуациями, а здесь много товарищей, которые у кого-то опыт больше, разнообразней, и поэтому наполняешься, сейчас я знаю ответы на многие вопросы. Что сказать? Куда отправить? Где подсказать? Поэтому я считаю, что данное мероприятие надо посещать каждому сознательному рабочему, рабочим выдвигать делегатов, отправлять, находить для этого все возможности. Поэтому эмоции положительные, знаний набрался. Теперь возвращусь и продолжу работу с коллективом. Большое спасибо. Федя Андреевна Анатольевич, город Королев, оператор станков ЧПУ, ООО МЕРА, предприятие. Есть такая пословица, гладко было на бумаге, но забыли про овраги. Вон здесь как бы рабочие со всей Российской Федерации собирается, и как раз обучаются и рассматривают все эти овраги, на которых многие уже где-то попались, где-то что-то уже опыт имеется. Это очень позитивный такой момент. Я здесь не первый раз, оврагов как бы достаточно, и их надо обходить. И здесь у меня такое ощущение, что РКР – это не просто семинар, где рабочие обучаются, а такая ставка, где рабочие учатся руководить. То есть потихонечку подходить ближе, бороться за свои интересы, и в конце концов рабочее движение, надеюсь, организуется когда-то такое серьезное. Но зачатки этого есть, это приятно. Считаю, что тем, кто с кем разговариваешь часто и говорят, что у них хорошая зарплата или еще что-то, они все-таки должны начать тоже присоединяться. Потому что все равно человек, который говорит, что хорошая зарплата у него завтра не может вылечить зубы, не может сделать операцию, не может купить жилье или еще что-то. не надо опускать планку своего уровня жизни, того, что вот вы, ваш удел очень маленький. Нет. Вы производите жилье, вы производите медицинское оборудование, вы производите. Всем этим должны пользоваться. потому, я думаю, рабочих должно быть все больше и больше, и рабочее движение расширяться. Ну, приятно, что людей здесь становится немного больше все. И очень много позитива, конечно, очень много оврагов оговорено, куда, может быть, кто-то уже не попадет, что-то учтет и так далее. Ну, желаю всем успехов в этой борьбе, в организации рабочего движения. Спасибо. Дим Павел Юрьевич, следственный ремонтник Самарской Агрессы. Я в очередной раз приезжаю на российском метро-рабочих. Замечаю такую вещь интересную, что помимо того, что здесь мы, конечно же, собираемся, говорим и о наших победах, и достижениях, и даже бедах каких-то. Еще немаловажно то, что мы неформально общаемся между собой. И это тоже такой определенный момент, потому что общение неформальное помогает рабочим понять друг друга более глубинно, настроиться на борьбу. То есть, допустим, вчера здесь присутствовал человек из рабочих, он не выступал, но проведя вчера с ним беседу, видно было в глазах этого человека, что он понял что-то для себя, и какие-то начинания будет делать уже более грамотно, и я думаю, что победит. Поэтому приезжайте на российский комитет рабочих, здесь рабочие сами решают свою дальнейшую судьбу. Спасибо. Соловьев Василий Феликсович, город Ленинград, Кировский завод, Петербургский тракторный завод, электрогазосварщик. Ну что я хочу сказать? Просто сейчас пока мы еще держимся, да, но надо понимать, что миллиардер Прохоров, он хочет изменить ТК РФ. И не зря мы собираемся здесь, обсуждаем какие-то свои действия, обсуждаем какие-то решения, чтобы не дать ему это сделать. Ну, мы стараемся распространять наши рабочие газеты, люди с удовольствием берут, но, конечно, народу не хватает, и все очень так идет, и очень вяло. И больше работает у нас договорников, чем те, которые устроены официально. Вот. Ну, дело в том, что мы будем все-таки собираться еще на этих комитетах, и мы не зря это делаем, мы не зря эти проводим семинары, и думаю, что в наше дальнейшее продвижение мы многого добьемся. Спасибо. Лазарев Вячеслав Михайлович, Ленинград, электрик, жилконтора. Значит, я первый раз на РКР. Очень хорошее впечатление, положительное. Видна заинтересованность рабочего, готовность бороться. Это прямо вот собрание товарищей, которые намерены улучшить свою жизнь. Я думаю, что это обязательно нужно также распространять и в городах, откуда вот приезжают товарищи, и распространять среди тех, у кого нет возможности приехать сюда, соединять вот это вот всероссийское собрание, переносить это все на свои города, и там собирать тоже рабочих с предприятий города. А вот что мне не очень понравилось, и я думаю, мы это исправим, мне кажется, что проекты, постановления, нужно как-то опубликовать для делегатов чуть пораньше, ну, неделю за две, чтобы их можно было осмыслить в полной мере, потому что маловато было времени проработать такое длинное постановление с таким количеством нюансов. Ну, вот, пожалуй, все. Спасибо, товарищи. Здравствуйте, я Жуков Павел Дмитриевич из Екатеринбурга, работаю водителем ВАО «Лори». Первый раз на мероприятии, мне очень понравилось. На своем предприятии только начинаю вести, организовывать какую-то борьбу, было очень важно послушать людей, которые этим уже давно занимаются, набраться знаний, ну, и побывать в обществе товарищей, понять, что много людей думает в одном направлении. Спасибо. Уважаемые товарищи, мы тоже рады, в общем, быть на этом мероприятии, уже не в первый раз. Хочется сказать, что народу приезжает больше всего рабочих, много рабочих, и молодые рабочие, это радует, вот что дело наше развивается. Вот обмениваемся опытом, много полезного я вот учеркнул, вот, допустим, про отраслевые соглашения, я никогда вообще это вопросом этим, ну, как-то так слышал, что вот есть там, что там даже есть какие-то положения, которые улучшают наше положение, ну, мое конкретное, но я вот в глаза его не видел, и вот благодаря кашетету, сейчас вот узнал больше, об этом буду тоже изучать этот вопрос, вот, напрямую касается вот, значит, нашего этого дела, улучшения положения условий труда. Ну, хочется сказать, что, в общем, дело наше вроде как такое, а мы вот за условия труда, все вот за экономику там, да, вот, вроде как наши вот такие вопросы насущные, вот, но на самом деле это вопрос еще и коренной, коренного улучшения всего рабочего класса, то есть положения всех работников, ну, в России, рабочего класса, а стало быть, это улучшение положения и всей экономики, и остальных трудящихся, там, и учителей, и врачей, и, в общем, от того, как вот сегодня будем мы бороться за наше, за наше улучшение, да, нашего положения, то от этого будет зависеть и положение в стране, будет страна развиваться, вот, экономика будет развиваться, вот, ну, и останет такое время, когда рабочие будут на первых, на первых рядах, вот, не так, как сегодня, вот, про рабочих нигде не говорят, ни по телевизору не услышишь про, ну, вопросы, которые, ну, нас вот волнуют, да, где рабочие, кто-то вообще говорит, что рабочего класса у нас нету в стране, как же нету, это сам, вот, здесь вот собираются лучшие представители рабочего класса, и, ну, для меня тоже честь, это быть среди вас. Вот, будем дальше стараться, набираться сил, вот, такое мероприятие, оно придает, как-то, ну, вдохновляет, на дальнейшую работу, вот, потому что бывает, конечно, ну, разное, там, настроение, и послушаешь, там, какие, ну, настроения, среди рабочих, там, никому ничего не надо, а так вот приедешь, наберешься силы, что вот, все-таки, правильно, правое дело у нас, все, все это нужно, вот, и капиталист ничего не даст, надо понимать, что ждать, ждать от буржуи, чего-то, каких-то улучшений, это наивно, вот, то есть, только заберут последнее, если не бороться, и у нас вот отобрали отпуска дополнительные, вредность убрали, ну, и кинули 5% значит, индексацию, вот, то есть, ну, это, надо понимать, что это никакой не подарок, то есть, забрали больше, а отдали, как бы, ну, сдачу, вот, так что, так что так и будет, если ничего не делать, будут ухудшать, 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 давить, это неизбежно, классовая борьба, как говорится, вот, так что, желаю всем удачи, вот, и борьбе, вот, побед новых, ну, вместе мы, сила, мы победим, спасибо. меня зовут Егорчев Михаил Анатольевич, я с лесой по ремонту технологических установок, я уже не первый раз приезжаю на Российский комитет рабочих, и вот, мне показалось, что вот это, наверное, самый лучший комитет был, который вот в Явл-Тащих был, потому что обсуждения проходили не только в залах заседания комитета, да, а даже вот и по дороге, и во время приема пищи, и какие устраивали дебаты в гостинице, даже было приятно посмотреть, были перерывы только на сон, это показывало, что реально какой-то рабочий, даже постоянный обмен опытом, куча много новой информации, во-вторых, мы все лично знакомимся с друг с другом, мы их знаем, мы уже доверяем, это наши товарищи, эти наши, это наши единомышленники, ну и комитет больше всего похож на штаб рабочего движения, это приятно, спасибо. Все выступили. Товарищи, на травах сопредседателя Российского комитета рабочих, хочу высказать вам благодарность, за то, что вы осознали свой интерес, осознав свой интерес борьбы за интересы рабочего класса в целом, вы добираетесь до, как сказали уже, нашего штаба, очень приятно видеть на нашем заседании людей уже в каком-то моменте уже подготовленных, которые как бы вкус борьбы почувствовали, понимают, что то дело, которым они занимаются, действительно правы, понимают, что если не пытаться ничего изменить на сегодняшний день, то ситуация будет только ухудшаться, здесь получается, получается какой момент, что как поется в интернационале, да, никто не даст нам избавлений, вот, я все-таки желаю тем людям, которые сегодня нас смотрят, обращаюсь на всю страну, на все предприятия, которые здесь представлены, которые, может быть, еще будут представлены в будущем, все-таки пора уже осознавать свой интерес и бороться за интерес не только свой личный, но и за интерес общественный, интерес классовый, надо уже себя осознавать, зреть в этом вопросе, потому что будущее России наверняка, оно не за какими-то буржуазными объединениями, будущее России за трудовым народом, трудовой народ это большинство нашей страны, так что голову вверх и вперед, победа за нами, всем спасибо. Уважаемые товарищи, да, пользуясь случаем, тогда могу позволить себе всех поздравить с годовщиной Великой Октябрьской Социалистической Революции, надо понимать, что действительно это один из тех великих праздников, на мой взгляд, у трудового народа два великих праздника, это 1 мая и вот день 7 ноября, да, то есть хочу сказать, что помнили его историческую ценность и здесь ведь не в том дело, кто как отмечает, кто с кем встречается, значит, вот мы встретились в этот день здесь, это как бы шаг к тому, что действительно проделали наши предки когда-то, то есть и лучшей памятью этого дня, лучшей памятью, значит, и лучшим почитанием вождей этой пролетарской революции будет то дело, которое мы сегодня делаем, это организация рабочего движения, всех с праздником, ну и в завершении, в закрытии нашего, значит, семинара мы традиционно исполняем гимн российского комитета рабочих, сорбусское лирическое. В гудке широкой, на стрелке далекой, гудками кого-то зовет пароход, под городом горьким, где ясные зорьки, в рабочем поселке подруга живет, под городом горьким, где ясные зорьки, в рабочем поселке подруга живет, при жвашке нарядной, своей неоглядной, пришел, объяснился, хороший дружок, вчера говорила, навек полюбила, а нынче не вышла в назначенный срок. Вчера говорила, навек полюбила, а нынче не вышла в назначенный срок. Светанье забыто, над книгой раскрытой, склонилась подруга в окне золотом. До утренней смены, до первой сирены, шуршат осторожно шаги под окном. До утренней смены, до первой сирены, шуршат осторожно шаги под окном. О, летние ночи, буксир и рогу дочки, волнуется парень и хочет уйти, Но девушек радше, чем с ормами нашим, Ему никогда и нигде не найти. Но девушек гравше, чем в сормале нашим, Ему никогда и нигде не найти. А утром у входа родного завода Влюбленному девушку встретится вновь. И скажет немало, я книжек читала, Но нет еще книжек про нашу любовь. И скажет немало, я книжек читала, Но нет еще книжек про нашу любовь. На Волге широкой, на Стрелке далекой Гудками кого-то зовет пароход. Под городом горьким, где ясные зорьки, В рабочем поселке подруга живет. А по городам горьким, где ясные зорьки, В рабочем поселке подруга живет. Товарищи, подождите, а фотографию общую... На воду вставайте, Шеренки сметайте, На битву шагайте, Шагайте, шагайте.